Харе Кришна! Давненько мы не собирались в таком количестве, правда? Ну вот видите, по милости Господа все получилось. Сегодня очень благоприятный день Никадыши. Я тоже надеюсь, что наша встреча придет очень благоприятно. В этот благоприятный день. Все читали, да, повестку дня? Те читали, да? Мы будем сегодня обсуждать что? Просад будет, скажем. Просад, так? Ну да, когда ващнавы собираются, то три вещи должны обязательно присутствовать. Киртан, Кадха и Просад. Это святое. Но вначале мы поговорим. Мы поговорим о том, что за ситуация у нас сейчас, как мы будем в ней действовать и планы на ее, как бы, ну на будущее в этом случае. Вот. А за подробностями я передаю слово Ешода Кумару, который как раз, да, хочет кое-что сообщить. Я, извиняюсь, с вашего позволения, я сяду вот на краешек, ладно? А то у меня боевое ранение. Я не могу нормально сидеть на полу. Харе Кришна. О Магьяна Тимирандася Гьянанджана Шалакая Чакшурнмилитаме Натасмай Шри Гуря Вейна Маха Ши Чейтанямано Бижтам Стапитаме Набутале Свойам Рупакадам Аям Дадатисвападантикам Ванча Калпатру Бьякча Крипасинду Бьявача Патитанам Паванабhyо Ваишнабебhyо Намо Намаха Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Ши Адвейта Гададар Шивасадико Рабхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе По милости Ши Чайтанья Маха Прабу Даже хромой может преодолеть горы, а не мой Прославлять ведические писания Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам Ши Чайтанья Маха Прабу Склонимся, да? Поскольку было объявлено, что должна быть Катха Я не могу удержаться, а прочитать один текст С которым я относительно недавно познакомился Как-то вот он все время, много лет уже мимо пробегал Но он очень близок мне Та тема, которая в нем раскрывается Интересно, что я его увидел на футболке у преданного Мы стояли здесь на воротах после одной из воскресных программ И он ходил, я увидел И там был только санскрит написан И индекс текста Я думаю, что? Про что же текст? А текст звучит таким образом Парас паранукат ханам паванам бхагават яша Митхоратир митхастуштир Невритир митха атманага Это то, что было там написано Если вдруг кто-то хочет опережать меня То это 11.3.30 Шримад Бхагаватам Перевод Человек должен научиться общению с преданными Господа Встречаясь с ними, чтобы вместе воспевать славу Верховной Личности Бога Никакой другой метод не обладает таким очищающим воздействием Развивая между собой теплую дружбу Преданные испытывают счастье и удовлетворение Воодушевляя друг друга, они обретают силу Отказаться от чувственных наслаждений Которые являются причиной всех страданий Сильно Развивая между собой теплую дружбу Преданные испытывают счастье и удовлетворение Никакой другой метод не обладает таким очищающим воздействием И не менее потрясающий комментарий Как замечает Шрила Шидгара с вами Те, кто в значительной степени развили в себе сознание Кришны Не должны завидовать друг другу Или затевать ссоры Оставив все эти мирские привычки Они должны собираться И воспевать славу Верховного Господа Оставив все эти мирские привычки Они должны собираться и воспевать славу Верховного Господа Это поможет им очиститься Шрила Вишанадха Чакраварти Такур напоминает Что прославление Верховного Господа Обладает особой силой Когда в этом участвуют чистые преданные Когда преданные погружаются в Санкиртану Воспевая вместе славу Господа Они испытывают высочайшее трансцендентное счастье И удовлетворение Тем самым они побуждают друг друга Отказаться от материальных удовольствий Основой которых являются Недозволенные половые отношения Преданный обращается к своему другу Я вижу, ты отказался от чувственных удовольствий Раз так, то с сегодняшнего дня Я тоже перестану заниматься этим Следует учиться тому Следует учиться тому Как усиливать свою любовь к преданным Как доставлять им удовольствие И как отказываться от объектов чувственного восприятия Бесполезных в служении Кришне Кроме того, нужно пытаться воспринимать Всю Вселенную как инструмент для служения Господу Привязанность к объектам чувств Исчезнет сама собой Если использовать эти предметы в служении Кришне А проводя все свое время в кругу преданных Можно испытать всевозрастающий трансцендентный экстаз Если обсуждать с ними Шимадбхагаватам и Бхагавадгиту Поэтому всякий, кто хочет избежать соблазнов Майи В виде чувственных наслаждений Должен постоянно общаться с чистыми преданными Господа Которые слушают исключительно повествования о Господе Славят только Господа И выполняют на земле только Его миссию Хареи Кришне, на этом остановлюсь Хареи Кришне Что попоем? Мы еще попоем немножко Сначала хотел поделиться своими переживаниями Ощущениями Вот то, что здесь в этом тексте описано Для меня, в моем опыте Это действительно высший источник наслаждения Который я когда-либо испытывал Когда мы вместе прославляем Господа В том либо ином виде В виде Киртана В виде Сан-Киртана Распространения книг на улице Или когда мы устраиваем совместные праздники, фестивали Для меня это Самые глубокие реализации были именно в этих направлениях И какие-то откровения Это в принципе то, на чем зиждется моя духовная жизнь У меня такой опыт, по крайней мере Предполагаю, что у многих из вас тоже подобное И когда в августе месяце, в начале августа месяца Мы обсуждали и принимали решение о том Как нам исполнить свой долг И в чем наш долг И мы приняли решение Что мы должны приложить все усилия Которые мы можем приложить Для того, чтобы обезопасить преданных, божеств И мы тогда приняли решение вывести божеств И мы перестали проводить массовые программы в храме Для меня это было одно из самых тяжелых испытаний За те небольшие года моей духовной практики И вот эти несколько месяцев, которые сейчас прошли Наверное, одни из самых тяжелых И причем это были тяжесть не во внешнем плане Это не было какие-то нагрузки физические Праздников было меньше, организации было меньше Но поскольку я продолжал общаться с преданными И продолжал их вдохновлять встречаться вместе Насколько я мог это делать Чтобы несмотря на то, что мы не собираемся в храме Общение не становилось меньше На самом деле мы об этом говорим уже давно Уже много лет Мне преданные старшие говорят Мы специально ездили для этого много раз На всевозможные программы, ретриты, заботы о преданных Что общение с преданными Это суть всей нашей духовной практики И отношения Без отношений с преданными Мы никуда не продвинемся Потому что в духовном мире там нет никого, кроме преданных И если мы не разобьем любовь к преданным здесь То что нам делать в духовном мире Такое мое отношение, такое мое ощущение Вот И по служению этому Я общался с разными преданными И мне приходилось переваривать Ту боль, переживания Которые Многие из нас, наверное, соприкоснулись С этой чувством разлуки Несправедливости У кого-то, возможно, начала подшатываться вера И причем В разные аспекты У кого-то в преданных У кого-то в старших преданных Вера начала подшатываться И так далее Я общался с разными преданными И приходилось как-то тоже Сильно не отчаиваться И я старался культивировать Позитивное видение И находить те преимущества Которые мы можем излечь Из той ситуации, в которой мы оказались И в целом Все эти 9 месяцев На самом деле это проверка То, насколько мы можем опереться На свой духовный опыт Развитие отношений со святым именем Веру в Кришну В том, что без его дозволения Даже травинка не шелохнется Все 9 месяцев А до этого у нас была еще пандемия У меня служение пришло Я выполняю служение Одно из служений Как президента храма Оно как раз началось практически с пандемии Сразу такие светлые времена И без позитивного видения Понимаешь, что никуда вообще не продвинешься И мы знаем, слышали это Сравнение в шастрах Сознание пчелы И сознание мухи И чтобы видеть недостатки Для этого прикладывать усилия никаких не надо Обвинять, критиковать Это просто спонтанно В моем уме, по крайней мере, это льется У многих из вас уверен, что по-другому И поэтому это постоянная работа внутренняя Для того, чтобы видеть позитивные моменты И извлекать из самых худших ситуаций Лучшие уроки, которые мы можем И усилить свою веру В Кришну, в преданных, в гуру, в миссию И мы проходим через эти уроки Эти этапы И вот прежде чем мы поделимся С тем видением и пониманием Как нам жить дальше Все вместе Вместе с божествами Вокруг божеств Хочется Поскольку тут многие друг друга не видели Уже долгое время Есть возможность сейчас будет пообщаться Вот объединиться по 2, 3, 4 человека И поделиться Какие вы для себя извлекли И извлекаете позитивные уроки Из всей ситуации Которая тянется уже 9 месяцев Хотя бы затронем эти 9 месяцев Что позитивного вы извлекли Что улучшилось в вашей жизни Это экстаз, да? Полился я уже экстаз Про который в комментарии говорился А можно вот поскольку мы тут плотненько Друг к другу сидим Можно немножко развернуться Там на 20, 30, 40 градусов Влево, вправо Там на 90 По 3, 4, 5 человек И вот поделитесь преданными Это очень важный опыт Потому что у кого-то возможно Не получается так мыслить И когда вы поделитесь с другим То вы тем самым поддержите его Харе Кришна Харе Рама Харе Рама Я тут поментировал пчелок Пчелку поментировал полетал тут за нектаром в разные группки позалетал и я вижу что общество преданных это самое позитивное общество людей и что только позитивного не случилось у преданных кто-то на курорт успел съездить и и отдохнуть погрузившись интенсивную храмовую жизнь несмотря на то что он семейный человек и ребенок не помешал кто-то успел получить инициацию за это время хотя этого не светило еще давно на долгие время кто-то успел жениться у кого-то дети родились а еще такое мнение было в темные времена темные времена очень хорошо видно светлых людей и у преданных построились новые отношения и они увидели на кого можно опереться из позитивных в нашем случае вот храме что я могу еще сказать у нас эта ситуация непосредственно с выездом божеств она позволила сделать давно плачущую реставрацию больших шишинитая гора чандры и они тоже уже ждут когда все будут получать даршин их светлостей а помимо этого я увидел как начали углубляться отношения у преданных вместе с божествами у нас брама чаре тоже попросили их выехать и они выехали и благодаря этому касательно брама чаре у них наконец-то господь реализовал возможности им исполнять их и предписанную дхарму проповедовать немножко обучаться и больше проповедовать и там пять дней в неделю проповедь преданные усилили на махаты там уже по несколько десятков людей с улицы которые прям с улицы свежих вот начинают приходить вчера я выезжал на на махату выходил уже с коридора на втором этаже и дежурный подводит ко мне молодого человека и он говорит да мне вот позвонили сказали будет общение а преданные уже полчаса киртан качают брама чари на втором этаже прям там двери дрожат я говорю да да тебе сюда и он такой встал туда и идем уже по коридору и может стыдно убежать просто я говорю ну ты слышал раньше как мы поем там говорит нет мне позвонил парень сказал что тут будет общение ну его привели этому я его посадил прям туда в огонь санкиртан и он сразу начал пропитываться оказалось сын судьи задавал очень много вопросов получил много просада ему понравилось общение проповеди у брама чайли начала расширяться проповедь и за этот период много новых людей присоединилось а преданные которые остались и тут поддерживали храмовые служения они друг друга узнали намного глубже как один из преданных говорит а почему так себя ведет мы его попросили сделать он сказал да хорошо он потом и не появляется почему он так себя начал вести а ему администратор предыдущий один из брама чарин говорит так он всегда такой был а просто не было возможности общаться не было причины для взаимодействия поэтому тут тоже много таких интересных откровений и открытий в отношениях произошло есть и другие положительные стороны и одна из положительных сторон что будет очень хочется и надеюсь что будет большой праздник скоро нет родцева праздник глаз и мы увидим сможем увидеть и божеств здесь в храме и мы сейчас готовимся к этому у нас была встреча советом храма мы обсуждали ситуацию и увидели что более менее где там там в каких-то аспектах стабилизировалась конечно война это самая непредсказуемая вещь и мы не знаем что завтра будет но по крайней мере на данный момент есть все предпосылки к тому чтобы мы вместе прикладывали усилия для восстановления наших программ которые мы все ждем и сейчас сейчас мы готовимся поскольку сейчас война войной как бы а тут уже как последствия мы видим другие вопросы поднимаются касательно энергетических ресурсов и это еще одна как один вызов который может быть и по милости господа пару дней назад привезли новые котлы твердотопливные которые мы хотим сейчас установить на случай если вот на всякий случай чтобы уже божества были точно в тепле чтобы не происходило вовне и мы сейчас занимаемся этим вопросом там также вопросами генераторов аккумуляторов подготавливаемся это как одна из внешних сторон которую нам надо сейчас закрыть для того чтобы уже подготовить площадочку для божеств помимо этого есть более глубинный вопрос который на на самом деле тянется еще до того как божества выехали а в действительности этот вопрос тянется еще задолго до того как война началась это вопросы нашей совместной включенности и готовности участвовать в тех программах которые проводятся в храме и фестивалях так далее потому что одно по моему опыту то что я вижу на протяжении многих лет с какого момента это началось я не могу сказать но я вижу что многие сферы такие массовые особенно программы к примеру департамент пуджи это самый крупный департамент нашей общины если братья праздники фестивали организации там на несколько сотен праздников этот просад кухня и так далее зачастую это закрывала закрывалась маленькой горсточкой людей каждый такие большие какие-то программы или департаменты они держались на маленьком количестве людей и то что я наблюдал на протяжении лет как бы это грустно печально не было вот эта горсточка преданных они по 1 по одному такие раз там и сгорел как у нас говорят или сварился ну вываливаются потому что не выдерживают интенсивности и как бы еще там нету внутренней определенной готовности для того чтобы это продолжать так служить долго и сейчас я лично вижу какое какое преимущество для всех нас для всей нашей общины у нас есть возможности все построить но сделать все еще лучше чем было чтобы это не было фестиваль чей-то храмовый каких-то преданных а чтобы это были наши фестивали чтобы божества были не чита а наши чтоб не просто хотим божеств хотим служить божеством и и у как для каждого есть какое-то место где он может свое место каждый может занять и сделать таким образом чтобы все наши массовые программы они органично органично выросли не так чтобы они висели на горсточке преданных которые там с языком на плече и уже издыхают вот и мы формируем в связи с этим фестивальную команду и вот сейчас после общения или в процессе общения мы можем проявить может быть кто кто-то проявится кто хочет немного более активно участвовать в этом программе касательно поклонения божеств такая ситуация у нас нас два алтаря слева у нас нетайгора чандры и справа джаганан субадра живут жили и скоро будут жить и джаганатхам поклоняются браманы то 2 преданный со вторым со вторым посвящением и вот сначала этого года у нас стало на 17 браманов меньше которые были заняты в поклонении джаганатхи на 17 человек да и это означает что есть другие преданные на кого нагрузка 17 раз стала больше но может быть не в 17 потому что появились новые браманы господь исполнил желание моё которое еще три года назад прописывал себя в дневнике цель на год хочу научиться предлагать господу 16 упачар год прошел я просматриваю цели смотрю не сдвинулась вообще пишу опять три года я так писал себе и сейчас по милости господа вот во время картики начал предлагать джаганатхи 16 упачар в общем вакансии тоже есть и как бы вы есть возможности те кто являет имеют второе посвящение есть возможность участвовать нас преданные совета храма начали тоже участвовать в поклонении джаганатхам такое включение я вижу в этом тоже реально позитивные моменты у нас есть возможность поднять еще на более высокий уровень все то что мы делали еще более в духовной атмосфере чем больше преданных участвовать тем больше каждый может почувствовать перемену в своем сердце почувствовать духовную энергию вот поэтому мы готовимся важно наше сотрудничество совместное дух служения его проявлять и у нас формируется департамент пуджи также есть там вакансии и по административным служениям и по непосредственным участием в служениях департамент гирлянд и букетов всегда актуально хотя как мы можем поклоняться без гляну посмотрите сколько нас преданных и тут же не все преданные еще еще вот столько же и больше преданных не смогло сейчас приехать а это всегда актуально и мы всегда это объявляли и сейчас просто есть возможность опять же оценить то что было и сделать еще лучше это наше позитивное видение просто больше участвовать также у нас есть супер и сладкое место для служения которое еще до отъезда божества но было актуально это менеджер кухни самое сладкое место у нас сейчас нету менеджера кухни есть преданный который временно заменяет его вот и еще ряд таких моментов которые мы можем решить только вместе и так понемножечку каждый скинется по своей энергии своей любви наш общий котел нашей общины и тогда мы расцветем еще больше вот и момент который я хотел также озвучить может быть не самый позитивный я хотел попросить прощения потому что то что было сделано я бы видел что на тот момент не было необходимо именно такое принимать решение но то как мы это сделали можно было бы лучше потому что я считаю что недостаточно информационности было проинформировано преданных недостаточным образом недостаточно было общение обсуждений каких-то это большой минус я помню как один из махараджи он говорил я сколько живу я наблюдаю он говорит что все проблемы в искон от недостаточной информационности от недосказанности и от этого все проблемы потому что он он всегда додумывает дописывает и так далее потом помимо этого у нас тут административные были моменты там мои конкретные закосы косяки такие простите за жаргон это было на гавардхана пуджи я такая добрая медитация была чтобы преданные приготовили подношение и и подношение гавардхан и это готовили здесь храме меня медитация была такая что мы приедем туда там все будет по расписанию все быстренько предложится и просад сюда приедет к тем кто не поехал не попал на праздник а так получилось одно за другое сюда просад приехал когда здесь уже все разошлись в 7 часов вечера и он остался и это как я потом слышал от преданных тоже их боли преданные там тоже моя боль также из-за моих косяков простите пожалуйста тут в храме подобные ситуации были они периодически повторяются когда есть небольшая горстка преданных которые закрывают какие-то административные служения в храме и они бы хотели бы готовить на на такое же количество как нас и сейчас здесь сидит каждый день и ждать такое же количество каждый день и угощать всех просадом но у них и так уже там расписание сил нет и они там справляются и готовят вот на тех кто есть и немножечко больше и поэтому когда приходили мы приходили там преданные приходили им через боль свою внутреннюю приходилось отказывать о том что нам у нас нет все уже раздали там это такая неудобная ситуации для одних для других я это знаю и это еще одна из моих тоже как бы переживаний боли и хотел попросить прощения за тех кто был тем либо иным образом за дед в этом плане если где-то кому-то не додали просада не угостили или там попросили не в хотите либо еще что-то это такие вот моменты были простите пожалуйста я уверен что благодаря вашим молитвам вашей вере я смогу исправиться я буду прикладывать усилия для этого харе кришна а теперь их хотелось бы услышать вас преданные услышать ваши вашу радость или вашу боль ваше позитивное видение вот все что у вас есть на сердце если вы считаете что это важно сейчас озвучить то у меня есть предложение можете сказать какие то или вопросы а мне тут также есть преданные сидят совета храма по датам по датам пока нет конкретной даты сейчас хотелось бы закрыть эти технические вопросы установите котлы это может быть неделя ну две касательно божеств именно касательно божеств то в принципе по количеству я говорю что там есть над чем работать сейчас брендаране пробу в понедельник едет преподавать как раз проводите курс по поклонению божествам новый майпур и тут сразу такой и все напряглись потому что вентаране один чем приходится активизироваться если он уезжает везде портамент он активизируется поэтому этот вопрос тоже он такой открытый но в принципе как большой разницы нет если мы поклоняемся джаганат ком в домике гуру или если здесь будет один алтарь по такому же типу если по такому же типу то здесь мы готовы же но хотелось бы опять же подстраховаться потому что переезды это большая нагрузка для преданных это много там деталей которые это не просто там раз переехали там много вопросов по одеждам и так далее там по организации и хотелось бы подстраховаться на случай того что если вдруг тут и и газ начнут отключать чтобы у нас был дровяной котел который сможет поддерживать теплоту и мы могли здесь в теплоте собираться ну по времени две-три недели может быть вот так вот не так есть условия одни из условий это отсутствие усугубление военной ситуации то есть если здесь и в город начнут ежедневно прилетать и прилетать посылки то вопрос будет пересматриваться а как вы это видите голосование да не согласен но я имею ввиду принятие решения вот как принятие решения они ну как бы голосованием как мы это сделаем то есть обсуждение до обсуждение должно быть да да вот сейчас вот давайте не уходить пока есть еще вопросы да 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 не хорошие вопросы и и и так как да то что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Моё мнение... Простите, если я кого-то обидел, но вот это то, что я услышал. Никакой конкретики, что да, сейчас ставим как вы или не ставим как вы, или нужно вот это. Сейчас вопрос вот в этом. Да, Харе Кришна, Яшу Дагмар Павел. Ещё такой вопрос. Чтобы доверяли Совету Храма, мы должны понимать конкретные действия, которые не просто словами подтверждаются, а действиями. И чтобы эти слова, они не менялись. Почему? Потому что мы не понимаем, какое может быть доверие, когда нету конкретики. То есть вот будет конкретика, когда будет конкретика подтверждена действиями, будет доверие. Ну то есть это нормально. Так оно работает. И чтобы мы не переживали, спасибо вам большое, да, то пожалуйста, конкретные числа и кто что должен сделать, и мы постараемся сделать. То есть давайте, какой праздник, когда переезжают божества, потому что отговорки, а больше ракет, а меньше ракет, это может быть ещё год и два. А как это спасёт общину? То есть у меня такое ощущение, что сердце остановилось, и знаете, так поделюсь, для меня закрыть храм Прабхупады, это просто оскорбление. Ну это не оскорбление к вам, я понимаю, что вы все заботитесь о преданных, но если посмотреть на это так, что бы хотел Прабхупада? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Внутренне чувствовал, в семье что-то будет. А тогда телефонов же еще не было мобильных. Я думаю, наверное, мама очень сильно переживает. Наверное, ей плохо спится сейчас. Плохие сны, наверное, смотрит. Но так получилось, что мы к часу где-то вернулись домой. Мы подходили к нашему дому. У меня был план, как потихонечку зайти в дом, чтобы родители не услышали. И потом сказать, что мы в 11 вернулись. Ну что-то типа такого. Но когда мы начали подходить к дому, мы увидели еще сдалека образ мамы. Она стояла на улице, и она ждала. Стояла и ждала нас. Со слезами на глазах. Она когда там увидела, она просто плакала и рыдала. И я не мог понять. Я не мог понять, почему? Почему это происходит? У нас же все нормально. И я думал, почему она не может просто лечь поспать, а потом утром спросить, а что случилось? Где вы так долго были? И так далее. И я сейчас переношу ситуацию, которую у нас здесь в общине. Я вижу, что у разных преданных есть разные углы зрения на то, что сейчас происходит. Ну и происходило, или происходит. И в зависимости от того, кто какую берет ответственность за развитие сознания Кришны, за проповедь, за миссию, за храмы, за поклонение божествам, вот в зависимости от того, кто максимум ответственности берет, и у кого минимум ответственности. И вот их точки зрения разные на то, что сейчас происходит. И мы, как преданные в движении, которое Шила Парупада установил, и он ожидал, что мы будем развивать себе браманическое видение мышления, должны, как на мой взгляд, мы должны учиться примерять в своем сознании полностью противоречивые вещи. И здесь, с одной стороны, мы можем видеть вот такую точку зрения. Я принимаю вашу точку зрения. Я знаю еще другие точки зрения, преданные, которые несут другую ответственность за развитие и расширение сознания Кришны в Украине. У них другая ответственность. У них есть другая точка зрения. И я ее тоже принимаю. И сейчас здесь мы, как семья, по крайней мере, это громкое слово, на самом деле, семья, но, по крайней мере, как те, которые хотят проявлять семью. Семья, она уже есть. На самом деле, она всегда была, есть и будет. Семья духовного мира. И тот, кто принял в сердце ответственность служить семье, он будет видеть ее всегда и при любых обстоятельствах. Там чей-то серый ланос мешает выезду соседей. Отогнать же, нужно серый ланос откажать. Сейчас я машину летел. Серый ланос. Серый ланос, который стоит перед городом, а здесь перед городом. Там уже он не находится. Серый ланос, нужно отогнать. Водитель серого ланоса. Поэтому тоже мы можем сейчас выбрасывать много разных слов, упреков. В принципе, якобы, моя готовность, я переживал, на самом деле, касательно этой встречи. И я готов выслушать более каждого. Спасибо вам большое. Я вас услышал. Я считаю, что ваше видение, оно имеет место быть. Вы говорили то же самое, только в другом ракурсе. Я думаю, что никто конкретно не понял, чем это закончится. Можно микрофон? Хорошо, сейчас. Ну, преданный мне. На этой неделе попалась лекция из Луганского храма. Никогда не подписан был, ничего. Как бы, вот пришла только раз, шальная такая. Случайно? Случайно, да. Да, и мне было интересно, как бы, во-первых, воскресная программа была, и что говорят, потому что, как бы, ну, вот. И лекцию читал преданный, который долго у нас был в храме, как бы, вот он читал там лекцию. Лекция была замечательная, трансцендентная, все было классно, никто там ничего не это самое. Но было интересно, я посмотрел на храм, как бы. Он был полон людей, полон. Это была полноценная воскресная программа, там было светло, тепло, как бы, была куча просадок, как бы. То есть, и я подумал, господи, ну, Луганск, как бы, проводит программы, все, то есть, понимает. А мы, как бы, божества в домике, это очень хорошо, как бы. Это такая вриндаванская бхава, ты приходишь, никого нет, съел там, почитал, все. Но утрачивается дух прапхупады, потому что он делал как? Это центры были. Это не просто, как бы, это место, где преданные, это фактически как штабы были, в которых преданные заряжались энергией, обмениваясь, обнимаясь. То есть, вот этот процесс, он друг друга вдохновлял. Я никогда так никого не обнимал и спрабу, как сегодня, как бы. Я так всех обнимал, потому что так был рад, говорили, что это такая практика, не авторитетная. Очень авторитетно. За 9 месяцев, как бы, стало понятно, что очень авторитетно. Так вот, именно в чем мы можем по намахатам разойтись, мы можем еще куда-то уйти, но мы можем утратить вот этот дух прапхупады, когда вот он, ну, во-первых, и прапхупада очень часто говорил, что такое сознание Кришны, одним из бесстрашия, бесстрашия. То есть, ну, реально, как бы, сейчас время именно, когда проявить, когда будет мир, цветы, все хорошо, как бы, храм, ну, он не будет настолько актуален, как он актуален сейчас. У меня в мастерской окна выходят на христианский храм. Там толпы людей, толпы, очереди. Там очень много людей, сейчас время, когда идут. На прошлой хоренами книгу распространяют, человек такой вдохновленный, говорит, а куда приходить? А я говорю, а приходить? А я говорю, а сидите дома, читайте книгу, как бы. А читайте книгу, потому что мы пока не определились, как бы, там, с безопасностью, со всеми вещами. Папхупада постоянно хотел, внушал нам одну пытаться вещь. Что такое бесстрашие, когда мы перестаем считать себя телом? То есть все понятно, что, как бы, преданные, что мы, ну, это каждая, ну, великая душа, и не надо заботиться. Но Папхупада и Госпочитание говорил, что лучше, как бы, тело потерять, душу сохранить. Сохранить себе сознание преданности. И так коллективно это сделать гораздо лучше, гораздо, ну, эффективнее, что ли. То есть главное не утратить вот это настроение Папхупада, как именно, что храмы, вот именно вот это настроение, что это центр для того, чтобы мы здесь заряжались энергией, у нас появлялось желание делиться с другими. Потому что если мне христианин теперь скажет, я отдам сейчас, христианин, если любой мне скажет, просто, я не могу сейчас, я их в два счета, как бы, ну, сейчас мне просто скажут, а что вы во время войны, как у вас храм был, был открыт или нет, и все, у меня не будет аргументов. Не будет вообще ни одного аргумента. То есть просто-напросто. Поэтому это сложное решение. Понятно, что сюда может прилететь. Поэтому мы спрашиваем, может, вам надо помощь наша, как бы, все ядры, потому что я бы никогда в жизни не взял на себя личную ответственность открыть храм по своему усмотрению, потому что если прилетит, я до конца жизни буду себя корить, я не смогу вообще жить. Но когда это будет наше решение, наше решение преданное, вы можете сказать, что это храм, это храм преданное решили. Падок создавал, как говорит, духовный коммунизм. Это когда мнение каждого учитывается. Мнение каждого учитывается. И мы можем просто вам помочь снять от себя вот эту, как бы, пресс, на которой вас лежит. И мы живем в шаблонах. За эти 9 месяцев, что произошло самое главное, вот вы задавали вопрос, как бы, расшаблонивание. Расшаблонивание. Потому что нас загнали в рамки, в стереотипы определенные, что старшие, все. А что со старшими в России? А как они посыпались? Просто там, звездопад полный. Там несколько человек сохранили сознание Кришны. Если следовать вот этому принципу, что просто старшинство, как бы, такое слепое, старшим, у вас сейчас время стать героями. Стать героями в наших глазах. И все. Мы можем вам всячески помочь. А у нас, простите, у нас, я хочу сказать. Что, что? У нас есть... Я, как руководитель, им очень тяжело. Поймите. То есть, я имею в виду, как старшим, они попали, как бы, под очень серьезный пресс, как бы. И... Я просто не могу... Так, я не услышу. Можете в микрофон. Ну, давайте по порядочку. Преданные, да. Харе Кришна, дорогие преданные. Я хочу ответить на вопрос про конкретику. Вот был вопрос. Я так маял, что на него почему-то нет ответа, но я хочу ответить. Значит, начну со второй части ответа. Значит, по поводу конкретики. Мы собирались, и мы обсуждали эту ситуацию, и пришли к выводу, что необходимо вернуть все так, как оно было, назад. То есть, это аксиома. Тут никаких вопросов, ни сомнений, ни у кого нет. Но поскольку это решение было не наше, это не наш совет храма так решил, потому что это было решение GBC, которому мы подчиняемся, которое решило, и как представитель GBC, я что-то приехал, и он сказал это. Причем это было подтверждено словами Неранжина Свами, который является, ну, вообще, куратором украинского ИСКОН. Его желание было таковым, чтобы избежать массовых попаданий в ракет в места массовых собраний людей, как это было, например, в других городах, в которых погибали преданные. Для сохранения этого, для сохранения жизни преданных, необходимо было сделать вот эти вещи, эвакуация божеств и временное закрытие храма. То есть, это слова, которые Неранжина Свами произнес. Это не то, что мы придумали там, или кто-то придумал, или еще. А мы знаем, что GBC, это и есть сейчас у нас Шила Прабхупада. То есть, если мы изучаем эту иерархию ИСКОН, то мы знаем, есть духовная иерархия, административная иерархия. Но выше стоит всего этого GBC. GBC – это Прабхупада, который они сейчас представляют Прабхупаду. Поэтому мы выполняем указания старших преданных, которые были даны. Но, поскольку это вызвало определенные вот такие вот нюансы, мы не оставились к этому как бы безразличны. Поэтому мы обсуждали этот вопрос. И мы точно так же наверх задали тоже вопрос. Может быть, есть какие-то условия, при которых все можно возобновить. И компромиссом между этими двумя мнениями было то, что, например, есть города, которые находятся в зоне явного такого стирания с лица земли. Там понятно все с этим. Но если есть какие-то вещи, которые, например, позволяют, тем не менее, вернуть все на круги своя и продолжить жизнь общины в таком русле, которое было до войны, до начала войны, то это непримерно нужно сделать. С этим GBC согласилась. Но при одном условии, что будут тщательно подобраны стандарты поклонения божествам, потому что поклонение божествам стандарт один, когда они здесь стоят, когда они стоят в домике, там другой стандарт поклонения. Вот нужно тоже выйти на какой-то середине уровень и довести его до того момента, который соответствовал бы этим критериям поклонения божествам. К сожалению, значит, мы уже Ашуда Кумар говорил, что много пуджарей сейчас разъехались, уехали, и штат есть нехватка пуджарей, чтобы осуществлять тот же стандарт, который был раньше. Это один минус. И второй критерий был тот, что, например, в течение четырех недель здесь будет более-менее спокойная обстановка в плане таких вот серьезных обстрелов. А откуда эта информация? Вот это мы обсуждали на совете, и также мы общались с JBC Чудопрей. Вот он сказал, что это дело. Это наше предположение, если вдруг там две-три недели будет спокойная, потом мы возвращаем божествам. Это наше предложение? Да, да, да. Это было наше предложение, потому что мы хотели все, чтобы вернулось назад. Но вот на таком условии был ответ. Вот конкретика, да? Все. Тогда Харе Кришна. А можно вопрос? Если это решение JBC, значит, есть какой-то документ. И может быть, есть смысл его повесить, и каждый подошел, попрошающий, почитал? Алло? Ой. Я хотела спросить такой вопрос, что если это решение JBC, и закрыть храм, ну, как это, эвакуировать божеств из храма, значит, есть какой-то документ на эту тему. И, возможно, есть смысл повесить этот документ на доске объявления, если это официальное решение. И тогда каждый вопрошающий может посмотреть на него и ничего себе не додумывать, и ему станет все сразу понятно. То есть, а такого документа нет, и поэтому вот это как почва для различных дорисований ситуации. Можно я отвечу? Я задал этот вопрос тоже старшим преданным, и на ближайшем национальном совете Украины этот вопрос будет рассматриваться касательно официального документа. И ближайший национальный совет будет в среду. Поэтому, кому важен ответ на этот вопрос, я смогу дать после среды. А сейчас... Я прошу прощения, Маха. Сейчас, сейчас, сейчас. Я шуру бумагу. Сейчас, сейчас, сейчас. Я понимаю, что сейчас самый тяжелый момент, и надо его нести. Это понятно. Но слова типа «ваше мнение имеет право быть», и мы вас услышали, нам не хотят. Тут все состоявшиеся личности, понимаете. Вот вы меня простите, я вас очень люблю и уважаю как преданного, и как местного мне друга. Но это уже не Катин. Тут все состоялись. Понимаете? Тут у каждого есть нрав, характер. У каждого есть свои подвиги. У каждого есть свое сражение и своя круг шекра, на которой он по милости общение с преданными побеждает. И вот эти вот, знаете, вот эти... Оттуда с коучинга нам не надо. Вот оттуда, с какого-то уровня мирского общения, типа «да, да, да, ты там имеешь право так мыслить, нам это не катит». Мы воспеваем намного больше 16 кругов, многие здесь присутствующие. Мы просыпаемся рано и уложим это дело на алтаж или проупаде. Нам это не подходит. Мы состоявшиеся личности. Вот так надо смотреть. Я вас очень прошу, самец храма, смотрите на всех вот так. Поймите, тут сидят личности, которые тянут. Понимаете? Многие тянут несколько семей на себе. Может быть, он неизвестный, невидный, но он несколько семей, еще несколько людей посадив вот сюда, он тянет, чтобы они хотя бы к концу жизни поняли, что они неправильно живут. И эти люди сейчас материалисты. А их дети нас встречают, нам хориклично говорят. Поэтому тут многие состоялись как личности. Нам вот такое, мне лично не зашло. Прошу простить меня. Вы знаете, я дерзкий человек. Простите мне, но не зашло мне. Вот никак не зашло, я живу, думаю. Знаете, мы уже личности. Мы уже в исход, ну, 20 лет. Тут многие детки выросли на моих глазах. И я видел тут и Брамунов трижды женатых. И видел Брамачарий, жена которого сидит как павлин, а он с детем носится. Я ему говорю, ты Брамачарий был год назад. Почему ты с ребенком, а не твоя жена? Мы все видели. Мы видели преданных, которые росли, видели тех, которые обходили на какой-то. Сейчас пришли все те, у кого сердца горят. Если нужна сварка, надо сказать, преданный нужна сварка. Если нужно готовить, надо сказать, преданный надо готовить. Если надо кого-то дрова, надо сказать, башнавы, надо кого-то дрова. Если вот это наш дом, это наш дом, это дом наших божеств, это дом силы проупады. Мы уже горим, дайте нам гореть здесь. Понимаете, дайте нам гореть здесь. Сделайте так, чтобы мы горели здесь. Понимаете, чтобы мы не думали так, что, ну, короче, ну, решил дам совет граммам. Короче, они старшие преданные, они знают. Ну, мы едем себе дальше, как ехали. Нет. Нет, мы вырваться не смотрели, когда там оздоров привезли. Спросите у моих детей, я ночь не спал. Ночь не спал. Я говорю, зачем я всю жизнь железо тягал по 5 тонн в спортивном зале? Если я сейчас дрова для джиганатки, не получилось приехать. Приехали специалисты, где я должен был остаться. И мы с сыном не приехали. Мне сын, знаете, что сказал? Он говорит, отец, вот зачем мы столько говорим, если мы просто не поехали? Я говорю, не правильно. Я говорю, мы возьмем пилу, возьмем топоры, колуны, и пойдем, и с утра до вечера будем колуны, потому что нам только розетку дадут, сюда не будем включать. И мы будем, это наш дом. Поймите, я еще раз повторюсь, все состоявшиеся личности, внимание, голод не дурный, так говорят у нас в Одессе. Понимаете? Все состоявшиеся личности. Говорите, говорите, Тигран Прогу, простите, пожалуйста. Спасибо вам большое за ваши слова. Я не имею такого большого веса здесь присутствующие, как многие. Я бы тоже хотел сказать, потому что многие сейчас высказали свое мнение, и многие не высказали свое мнение. И при этом все, как вы говорите, каждая состоявшаяся личность, как каждому из этих личностей угодить. То, что я хотел сказать, что если мы хотим, чтобы здесь что-то происходило, и чтобы у нас происходили какие-то изменения, которые идут в общем тренде, то есть все чего-то хотят, и все к этому стремятся, правильно же? То есть нельзя же так сделать, что вот не закрывайте храм, мы будем ходить. Вот я, например, помню, честно тоже, опыт, когда мы до храма приходили, каждый день пели, каждое воскресенье, приходила, ну, наверное, третья часть от этих людей. Почему никто не приходил? Почему, когда вы приходите, допустим, в храм на Киртон, почему все молчат? Почему, если вы приходите на лекцию, вы где-то сидите в уголке, ну, не вы, конечно, я не к вам лично имею в виду, а в общем, вы сидите где-то в уголку, пытаетесь просто, ну, пересидеть, грубо говоря. Это же тоже участие такое пассивное. И сейчас это пассивное участие, оно переросло, потому что война, она все усиливает, и оно переросло просто в то, что мы давайте просто сольем это все на тех людей, которые просто за, ну, во главе всего, стоят. Возможно, да, кто-то совершил ошибки. Я вообще категорически не согласен с тем, что здесь божеств нет. Вот вообще категорически не согласен. Но в первый же раз, когда мы пришли на Киртон после того, когда их уже не было, по-моему, мы были тогда в доме, вот этого, в Риндаране Прабуда, там было два человека, я и Рамачандра, понимаете? Ну, если вы хотите приходить в храм, приходите, если вы хотите петь, пойте, если вы хотите кушать, так кушайте, а просто приходите и говорите, что вот у нас там все плохо, давайте что-то менять, давайте нам вот это вот. Ну, вы единственный вот человек сейчас, кто предложил свою помощь за все время, что я вот что-то послушал. Вот при всем уважении ко всем вам. Но если мы хотим что-то изменить, надо изменять, переручить себя. И если бы, например, даже божества уехали, а все бы приезжали сюда в храм и нуждались действительно в этом общении, то никто бы вам не запретил. Просто бы на улице собрались и поехали бы кому-то домой, как рассолили домой, например. Это не проблема. Не проблема в том, что закрыли храм или уехали божества. Вот божества они тут. Я могу приносить свои божества. Это не проблема. Это вообще ни разу не показатель. Просто сложностей много есть с тем, как божествам служить, как поддерживать вот все эти вещи. Многие уехали. Многие уехали. И теперь, например, как вот нас минус 17 браманов. Как с этим справляться? Вы будете приходить? На каждый день я не знаю. Я тоже не могу. Простите, спасибо большое. Простите, что нам что-то не хватает, нам там поджаря не хватает, нам еще что-то не хватает. Я просто лукавством называю, потому что треба просто почать и работать. И Шиле Проглада, когда он открывал храмы, помните эту историю, как он приехал в Австралию, просто дав другую иниціацию тем, кто, ну, там, не знаю, в первые месяцы был в храме. Просто треба это делать. Простите, понимаете? Ну, понимаете, не ввяжется это. Латшман, правда? А можно я скажу? Это было решение не наше. Нет, мы сейчас следуем о своем решении. Божеств нет в храме. Но они находятся поруч. Они за забором просто находятся. А вам нужно именно божества бачить? А у меня, например, божества, а у меня уже гранатки завжди. Но мы всем не сможем вот это. Я скажу, дивиться, сколько думок. Дивиться, сколько думок. Як мы будем каждому... Это же не то, что кто-то придумает себе игрушку. Да, пожалуйста. Возьмите микрофон. Я без микрофона хотела. Я просто, как бы, хотела сказать, не знаю, внутренняя такая немножко нервничая. Мы, как бы, вроде бы разъехались. Там события такие военные, тяжело. Но все равно, как бы, это единство, оно по-любому ощущается. В чатах мы сидим, как бы, видим, что все живут. И меня лично, как бы, тянет. И уезжать за границу я не хотела, потому что, как бы, тоже есть маленькое служение, и оно меня, как бы, оставило здесь. Как бы, ну, как я брошу, как бы, вот это вот, как бы, Кришна мой здесь, а я, как бы, поеду другого, как бы, искать. Ну, такое вот. Но я хотела сказать, что мы получаем знания, тоже учимся, ну, допустим, ну, получаем духовные знания в Академии, встречаемся с старшими преданными. И изучая Бахавадит, у меня, как бы, сейчас пришло на ум, как бы, это вот стих, где маленькая птичка, которая, когда океан, ее яйца поглотил, яички, и она готова была маленьким клювиком вычерпать эту воду океана, понимаете, для того, чтобы спасти эти... То есть нам не хватает иногда решительности. Да, мы привыкаем к быту, он нас затягивает, но иногда нужно себе делать встряску такую, вот, как бы, там, эти три главные принципы, там, веры, да, как бы, энтузиазм, там, увежденность, там, вот. и это все в себе, кришну, как отходит, это вот восстанавливать снова и снова, как бы, не просто, как бы, как знание, а как какое-то действие, и тогда себя начинать, вот, объединять больше, как бы, больше думать, как бы, о преданных, больше какие-то, ну, действия, и собираться, как бы, старше, как бы, да, не как бы, ну, каркас, не голова, но нужно учитывать, что каждая джива, каждая, важна для кришны, как бы, и, да, вот так вот, поэтому. Алло, Харе Кришна, мои поклоны всем признать. Ну, я не буду много философии, я вот просто свои примеры из жизни, я работаю с обычными людьми, темными, вот, сейчас выяснилось, что два человека хотят прийти в храм, о чем бы я ни подумал, вообще никогда, просто людей достало то, что происходит, и они хотят посмотреть, что у нас. Ну, и по поводу помощи, я готов колоть дрова, как и в Майпуре, то есть, я сейчас не могу, я не могу выехать по обстоятельствам Майпур, а здесь я бы в выходные с удовольствием приезжал, если бы была информация, я бы на выходные с удовольствием приезжал и колол, все. Дорогие преданные, я прошу прощения, просто начинается, мы не переходим на личности, не надо переходить на личность, на личности переходить не надо, мы не для того здесь собрались, тут вопрос в другом, мы каждый можем развиваться, как сказал Тегран, мы состоявшиеся личности, не надо нам тут студенческих забастовок, и разговоров таких, как разговаривают студенты в общежитии, значит, это не проходит, тут вопрос конкретный, каждый может практиковать дома, мы собираем нам охаты, нам очень сладко, на самом деле, ну так сладко раньше не было даже, вопрос-то не в этом, вопрос в отношении преданных с друг другом, в отношении преданных в доверии к руководству, потому что с этого начинается наше общение, если не будет доверия к руководству, можно вообще все закрыть, и самый главный вопрос, он так и остается, чего хотел Шрила Прабхупад, он хотел, чтобы мы закрыли храмы, ответьте себе на этот вопрос каждый, не надо больше ничего говорить, мало того, я уже услышал, спасибо старшим преданным, я услышал конкретику, то есть, даже если было какое-то недоверие, я вижу, они стараются, они сказали, храм откроется, будем наблюдать, ну, для меня, я уже все, я все услышал, если там через 3-4 недели этого не произойдет, мы будем разговаривать дальше, вот и все, спасибо. Я хочу сейчас добавить, что, ну, если, вот те говорят, мы обучаемся, там это, на обучении есть такая, такая тема, духовная и административная иерархия в ИСКОН, я просто еще раз возвращаюсь, потому что я говорил, над этими двумя иерархиями стоит GBC, GBC представляет собой Шилу Прабхупаду, Шила Прабхупада как бы физически не присутствует, но вместо него сейчас работает совет GBC, и то, что он дал такие наставления, равнозначно тому, что Шила Прабхупада дал такие наставления, именно так воспринимать надо эту ситуацию, мы здесь уже стараемся, значит, чтобы как-то удовлетворить всех, ну, это невозможно, но по крайней мере мы хотим что-то сделать, чтобы вернулось все на круги своя, но без GBC мы не можем это позволить сделать себе, вы понимаете, да, вот это, что есть GBC, есть Шила Прабхупада, и мы не можем через них перепрыгнуть, поэтому мы согласовываем очень мягко, дипломатично, пытаемся вести работу, объясняем ситуацию, которая здесь, они знают о той ситуации, о которой здесь, вы не думаете, что-то приобретет, он посвящен бы этого все, он знает, что тут есть, какие мнения, мы ничего не скрываем, мы говорим об этом, потому что мы не имеем права здесь заниматься самодурством, понимаете, мы действуем под руководством, и это есть, все преданные, они действуют под руководством, старших преданных, это как бы заложено в основе исконств, Шила Прабхупада сказал, ничего не меняйте, да, приходилось такое слышать, вот, поэтому это не наша здесь какая-то, это самое, шиза сработала, мы должны выполнять указания старших, потому что мы находимся под их милостью, если мы выполняем указания старших, мы получаем милость, чтобы прогрессировать, вот Прабху что-то хочет добавить. Харе Гришна, я коротко о войне, очень короткое направление, в последние годы я стоял на вещевом рынке, и не так давно, просто там оказалось попадание ракеты, это огромнейшая яма, огромнейшая, скорее всего целились по вагонно-ремонтному заводу, на котором делают снаряды, но вагонно-ремонтный завод, он нескольких километров от этой ямы, а сюда ближе, и вот это вот, неточности вот эти, которые везде, там где-то попали в Кременчуге, тому подобное, целились совершенно в военные объекты, попадают по-граждански, и все, которые видят вот эту вот яму, то есть от взрыва, они говорят, если бы это было, скажем, в рабочий день, этого рынка, то там бы сотнями жертв было, яма огромная, ну в каком-то смысле мне повезло, потому что вход ракеты был на том месте, с того места, на котором стоял я, это вопрос за капсюзом, вы слышите о том? Да, они нас спасли, старшие преданные, они позаботились о нас, я сказал, очень короткий вопрос, в отношении войны, ну спасибо, преданное, можно, вот у нас есть, у многих, мне есть покорение предложения, по очереди идти, и не думать, что, ну как бы, мне кажется, что если каждому, на каждое заключение будет сейчас ответ, то, ну в принципе, это даст нам возможность провести хорошо весь, до вечера время, вот, ну вот, я просто видел здесь, Юра пробовал, он тянул руку, и у нас есть возможность, вот те вопросы, которые не до говорят, или ответы не дополучатся, то есть мы на связи, по крайней мере, можно будет еще здесь остаться, просто, чтобы всех не задерживать, но по очереди можем общаться, столько, сколько надо, но по очереди. Харе Кришна, дорогие преданные, на самом деле, тут очень, очень важный вопрос обсуждается, да, и вот, когда сейчас идет обсуждение, у меня в голове звучит такой вопрос, да, что всегда нужно и важно учитывать время, место и обстоятельства, да, и, то есть, вот в этом посыле нашем, который звучит сегодня от каждого из вас, и от меня тоже он звучит, ну, я себе задаю вопрос, а что я хочу видеть в храме, то есть, что, что, что это для меня должно быть за место, храм, то есть, это место, куда я могу в хорошем настроении прийти, почтить просад, пообниматься с преданными и уйти дальше по своим делам, или там это должно быть место, куда я встретил человека на улице и сказал, ой, слушай, там храм, иди туда, сходи, там тебя ждут, или это должно быть место, или это для меня должно быть местом, куда я беру на себя ответственность, как за часть своего дома, как за часть своей жизни, и понимаю о том, что вот это место, оно без меня не может существовать, это место не может без меня существовать, потому что там где-то забиты раковины, потому что там где-то не попилены дрова, потому что нужно 17 брахманов, у меня нет квалификации, я не знаю, как этому вопросу помочь, да, вот, но я знаю, что сейчас сложности в департаменте божеств, и это место без меня не может существовать, и когда каждый из нас проникнется этим настроением, что это место без вас, дорогие преданные, оно не может существовать, оно не может держаться, а по факту, что я вижу, я каждый день в храме, храм держится на четырех или пяти людях, это те, кто ходит реально, дорогие мои, это правда, храм держится на пяти человеках. Почему? Потому что раздавали, что храм держит. Почему? Ну, я скажу преданное, эта ситуация, она не появилась после отъезда божеств. Эта ситуация даже не появилась с момента начала войны. Да, сейчас мы скопаемся до того момента, когда есть угодные преданные и неугодные преданные. Цена является... Неудобные преданные, понимаете? Разумеется, это ситуация, она до начала войны была. Но это никак не относится до нашей проблематики. Мы перевозом божеств вертаем назад, или нет? Никак не вертается. Никак... А, исключение максимальной выгоды. Два в одно. Мы можем больше втратить, чем выиграть в этой ситуации, если мы будем ждать долго. Мы можем что-то втратить, что потом не найдем. Да, и не 17, а намного больше. Преданное. То, что тут пять человек, как бы, ну, тут греховские, которые с утра до ночи пашут, как бы, пашут по полной программе, и для них храм, это, они что могут, то и делают. Делают выше, чем возможно. То есть вы тут постоянно в храме, ну, потому что то ли, ну, у вас такое служение, может быть, вы как-то, храм вас поддерживают. Эти преданные, которые говорят, они работают, поддерживают семьи, поддерживают храм, и финансово, и своим служением, в меру своих возможностей. Я просто, когда узнаю, как у преданных, какой образ жизни у них, и когда я понимаю, что они еще умудряются приходить один раз в неделю, или два раза в неделю, я просто пыль с их стоп хочу снять, как бы. Поэтому вы не записывайте всех, кто не приходит пять дней в неделю, как бы, в томосятнике и в мухе, как бы, это первое. Второе, все ли храмы в Украине закрыты? Все, я просто не знаю дословно, но вот Харьковский храм, в последнее время, Харьков был на линии огня, он, по-моему, открыт, если что-то, поправьте меня. Закрыт? Открыли. Открыли. И как открыли, я просто, если Харьковчане есть, скажите, как было на самом деле, потому что я деталей не знаю, что так собралась ятра, и обсудили, сказали, мы восстанавливаем, ну, хотим, чтобы храмовая деятельность восстановилась. А что-то прият сказал, что да, я не согласен, но мы же не секта, мы же не секта, я понимаю, принимаю мнение также других людей. Ну, это я со слов, может, что-то было по-другому, но уточняю, что большинство храмов открыты, работают. В чем проблема, почему сейчас заговорили, почему я на лекции заговорил, потому что есть такое понятие, точка невозврата. 18 браманов отсутствующих, они, у вас через два месяца будет 36 отсутствующих браманов, как бы, и вы закончите тем, что мы, закончите тем, что мы вложим божества спать, потому что, как бы, вот это все, как бы, придет к тому, что если через два месяца мы соберемся, нас будет в половину меньше, в половину меньше. И храмы, меня два раза, мой руководитель говорит, давай я тебя эвакуирую, тебя, с твоей семьей, с мастерской, к ним мне, любую точку в Украине, я тебя вывезу, я тебя вывезу. А я через два дня, у меня лекция, и у меня служение в четверг, и я ему говорю, извини, я не поеду, как бы. Почему? Потому что Маташа говорила, служение держит, держит служение, и возле Божества, в духовном мире, все крутится вокруг Кришны. В материальном мире, пока у нас нету, возвышено очень сознание, все вокруг Божеств, 200 человек было вокруг Божеств, это вся храмоводительность была, 200 человек крутилось вокруг Божеств. На уровне, как преданные приехали с фестиваля, там два санкертанщика таких, бывалых, там легендарных, он рассказывает, я говорю, когда колеса поезд едет, я вижу это как танец расы, как бы, вот для таких уже Божества не надо, как бы, то есть они во всем видят Кришну, то есть для них уже все нормально, но для нас это, это мы учимся, мы учимся тому, чтобы как строить свою жизнь вокруг Кришны, и именно почему Божества, потому что именно вокруг них, это все сплачивалось, и все были служения, понимаете, важны служения, если у нас, ну я к чему, что мы вдохновляем друг друга, когда на служение, мы до сих пор, наша утренняя смена, мы годами вместе служили, мы с семьями дружим до сих пор, мы до сих пор обмениваемся, это то, что сплочает, и то, что удерживает от того, чтобы, ну вот, просто разбежаться, именно служение удерживает, поэтому мы говорим, пройдем точку невозврата, это буквально там пару месяцев, все, тут нужно уже не собираться будет, будет просто храм, вместо храма будет большая намахата, или небольшая, просто подумайте сами. Ну вот давайте тогда скажем, что кроме него все остальные такие же. Это просто звучит как оскорбление. Дорогие мои преданные, простите, я не это имел в виду, я не имел в виду высказать претензии, что вы сюда не приходите. Я имел в виду, чтобы каждый задал себе вопрос, что для вас значит это место, для каждого из нас. Кто сюда пришел, кто делает, уже к тому, кто сбежал, там еще что-то, я не скажу, все, кто здесь спокойно, ну просто, например, у нас постоянно десятки проблем, и постоянно нет людей, которые эти проблемы могут решать, и из этого десятка проблем, 80% проблем, это храмовые сложности, которые касаются каких-то, вот таких рабочих моментов, божества появятся, в департаменте Кирсона, просто чтобы он... Так вы же сами сказали, что до этого было божество. Так, как и паузы, сделают движение, он сел под деревом, сел под деревом, и нашел кейк Кирсона. Харе Кришна, я прошу прощения, хочу внести предложение, можно? Смотрите, первое, мы говорили о том, что нужна конкретика, так, конкретика названа была, то есть, мы решили вопрос о возвращении назад, возобновлении храмовой жизни, но, поскольку мы все-таки действуем под руководством, мы бы сказали, что в течение двух-трех недель будет как бы все это выравниваться, возвращаться назад. Две-три недели нужно для того, чтобы все это вернулось обратно. Вот, это первое. То есть, конкретика была произнесена, правильно? То есть, мы получили ответы на этот вопрос. С какого момента, Ашада Кумар? Две-три недели откуда отчитывается? С сегодняшнего, ну, сейчас я вспомню. Когда? Во вторник, со вторника. Когда было это? С прошлого. А? Неделя уже прошла. Неделю назад, значит, вот еще осталось две недели. Далее. Теперь смотрите, просто в условиях военного времени все меняется, вы же понимаете, да? Все меняется. Поэтому я предлагаю, вот мое предложение, которое я хотел сейчас нести, перестать какие-то разборки между собой устраивать, там, кто чего сказал так, кто-то не понял что-то, а как-то более позитивно, конструктивно это время использовать. А, например, понять, что для того, чтобы в условиях военного времени было возобновлено храмовое поклонение, было возобновлено храмовое программа и все остальное, что для этого нужно на текущий момент. Потому что война изменила очень много. Вот, например, мы знаем, что какой-то контингент сейчас уехал, где-то не хватает людей. Но мы можем это решить общими усилиями, правильно, чтобы восстановить это. Но для этого нужно позитивное мышление и конкретный конструктивный настрой. Дальше. Существует угроза пропадания энергоснабжения. Сейчас били по электрическим, мы видим, отключают электричество во многих частях города, а в некоторых городах вообще на несколько дней отключают электричество. Мы должны быть готовы к этому, правильно, чтобы у нас ничего не пострадало. Дальше приходит также известие о том, что будут не по электрическим, а даже по газовым системам сейчас бить. То есть к этому нужно быть готовым. И я считаю, что наши усилия, наша энергия сейчас должна быть направлена на то, как мы в этих условиях сможем все продолжать. Потому что богословение получено, чтобы возвращаться обратно. Так? Мы как бы перешли вот эту вот грань, вот эту черту, которая очень страшная была. Храм закрыт, все. Храм будет открываться, божества будут возвращаться, все будет. Вы же получили ответ на это. Ну, я думаю, нет смысла мне повторять это еще и еще раз. Или вам нравится это слушать? Да. То есть до бесконечности можно там на что-то смотреть, как вода течет, как огонь горит, да, и слушать, что божества возвращаются назад. нам теперь нужно просто решить, как в таких условиях, в которых мы оказались сейчас во время этой войны, когда может быть угроза пропажи электричества, пропажа газа, нехватка людей, все это нормально, или до какой-то степени хотя бы приемлемо это все восстановить. Мне кажется, туда нужно, об этом нужно думать, туда нужно направить мыслительную энергию. А не устраивать, кто что там сказал, и кто как понял. Ну и так, понимаете, нелегкое время, зачем мы его усугублять еще будем? Давайте мы сплотимся на основе какой-то позитивной деятельности. Давайте насчет этого скажем. Да, и чтобы божества вернулись, надо провести... Смотрите, Бог где находит... Давайте возьмем шастры и прочитаем. Где находится Бог? Скажите. Где еще Он находится? Бог находится там. На алтаре, что Бог находится на алтаре, думает Каништха вообще-то. Потому что Каништха Каништха воспринимает только себя и Бога, а остальные для Него не существуют. Вы согласны? Вот. Теперь, смотрите, Бог, если мы берем шастры, если мы берем Шимадбхага, там Кришна что говорит? Я нахожусь там, я не нахожусь в сердцах йогов, медитирующих. Так? Где они? Я не нахожусь на Вайкунтхах. Я нахожусь там, где преданные собираются, общаются, воспевают мое имя, прославляют мои качества, игры и деяния. Вот там я нахожусь среди них. Еще одна цитата. Значит, если двое искренне общаются, и один задает вопросы, а второй отвечает, Кришна говорит, я третий между ними. И одного я вдохновляю задавать вопросы, а другого вдохновляю отвечать. И даю ему знания изнутри. Так может быть, мы должны отталкиваться для того, чтобы вдохновляться от этого? Потому что, если мы возьмем, например, историю, как Чила Прабхупада вообще создавал искон, там преданные жили в каких-то бараках, палатках, там не было питьевой воды, там комары были, змеи, там болото какое-то. Там нападали все время на них, но тем не менее, они почему-то сплотились, и они выстояли, и они создали там искон, который сейчас процветает в разных уголках мира. Может быть, с этого мы должны пример брать? Харе Кришна, давайте подумаем. Харе Кришна, насколько я понял, что для того, чтобы вернулись божества, нужно провести, помимо всего, очень ряд хозяйственных мероприятий каких-то. Правильно? Это самое легкое. Это самое легкое. Зачем вы говорите о хозяйственных вопросах, как о каких-то трудностях? Это самое легкое. Самое сложное, то, что есть недомолбленности. У меня лично нет претензий к старшим преданным по поводу принятого решения. У меня один вопрос, почему люди об этом просто не знают ничего. Харе Кришна, преданное, можно предложение? А мне кажется, что вот здесь есть пять человек, которые могут собираться, а у нас есть еще много преданных. Калешода Кумар, можно я скажу? В Дюма и Пури есть очень хорошие форумы в Телеграме, транспортный, поболтать, новости и так далее. Давайте сделаем так же. Ну, просто форумы. Есть форум проблем храма, то есть, или необходимого, вынужденного служения, или еще как-то это обозвать, чтобы те преданные, которые горят служить, зашли, посмотрели, помедитировали, и нашли для себя приложение. Есть форум такой-то, есть форум общения. Вот и все. Ну, мы слишком много чего-то обсасываем, говорим о том, о чем можно решить за пять минут. Из тех преданных, которые еще не говорили, но есть чем поделиться его успехом, радостью или болью? Харе Кришна, преданные. Хотел поблагодарить, на самом деле, преданных, у которых болят сердца по этому поводу, потому что, ну, я хотел бы напомнить о том, что есть плохие менеджеры и хорошие люди, есть хорошие менеджеры и плохие люди, и нужно помнить, что преданные, которые принимали такие решения, это по-настоящему преданные, ну, которых, ну, я не могу там как-то сравнивать с собой даже. То есть, это те преданные, уровень которых, ну, для меня не досягаем, и, ну, в первую очередь, хотел сказать о том, что у этих преданных сердца болят больше всех. у тех, кому пришлось эти решения принимать. Правильные они или нет, это уже другой вопрос, и я там во многом не согласен с тем, что было сделано, но, придя и, ну, вспоминая о личностном подходе, я подходил к преданным, и я вижу, что у этих преданных сердце болит больше, чем у меня, хотя я очень переживал и был против всего. Вот, поэтому хотел бы сказать спасибо тем, вообще за то, что преданные так горят, и тем за то, что у людей, у пренных есть возмущение о том, что божества далеко, и хотел поблагодарить, на самом деле, тех, кто это решение принимал, даже если они были неправильные, не мне судить об этом, но, я знаю, как у них сердца болят по этому поводу, и хотел спасибо им за это сказать. Там микрофончик. Ария Кришна, дорогие преданные, как раз отвечу просто на насущные вопросы, говорили о помощи, и говорилось о том, что 2-3 недели по поводу переезд божеств. Нажна Ваша помощь, для того, чтобы перевезти сюда божеств, нужна идеальная чистота, и планируйте, пожалуйста, вот что, когда будут говорить, что переезжать, нужно алтарную приводить, в порядок вымывать здесь все, алтари вымывать, пуджарскую вымывать, просьба огромная, отзываться. Преданные 2 человека, 3 человека Ашема это не вынесут, потому что там только матаджи. Когда делаются объявления в Искон Днепр на сбор людей, казалось бы, лайков очень много, по факту приходит 2-3 человека, и это делают Ашрамы, то есть Брамачарья Ашем, матаджинские Ашем, и те, кто здесь постоянно живут, или пища жизни, волонтеры. Пожалуйста, вы говорили, в чем нам надо помочь, это первое. Если будет 2-3 недели, через 2-3 недели возвращаются божества, пожалуйста, давайте вот так вот все вместе соберемся, это займет час времени, но привести храм в порядок, вымыть его, Господь приходит туда, там, где чисто. Мы можем киртаны петь, любые, экстетические и все остальные, но Господь приходит там, где чисто. Пожалуйста, за храмом тоже нужно следить. Это первое. Второе, по поводу браманов не хватает, это да, и помощников. Пожалуйста, на помощников браманическое посвящение не нужно. Пожалуйста, есть блоки, если сюда возвращается, это 4-30, 6-45, 12 часов, 16 и 18-30. Пожалуйста, преданные очень нужны, очень нужны преданные, которые будут служить с горящими сердцами Господу Джаганатхе. Мы вас очень просим, мы расскажем, мы обучим, мы поможем, мы здесь всегда, будем вместе с вами. Вот, только приходите, пожалуйста. Я сейчас не буду разбираться, что именно отталкивает. Что, ну, хорошо. Тигран Прабупа, пожалуйста, это вот не сейчас, в течение войны, да, 9 месяцев, ну, по крайней мере, я очень молодая, в сознании Кришны, 4 года, но это было вот на протяжении 4-х лет. Праздник, организовывается праздник, давайте соберемся, помоем алтарную, и все, приходит 2-3 человека. Это, это вот на постоянной основе. Да, мы любим все Господа, мы любим Джаганатху, но мы приходим именно на праздник, а в подготовке никто не, ну, мало, мало очень людей участвуют. Давайте вместе подумаем, что мешает приходить. Заранее, за 2 недели информировать. Вот сейчас четко сказано, Божество возвращается. Я очень заинтересована, чтобы они вернулись. Но у меня есть другие опасения, да, по поводу электричества, по поводу воды. У меня, ну, как, извините, что я так говорю, помощники пуджари, да, вот сейчас, как они будут без воды, без электричества это все обеспечивать, понимаете? Джаганатхи, поклонение не останавливается. Без света, без воды мы будем это все носить, мы будем поклоняться. Я имею ввиду, нам нужна помощь, нам нужны преданные. Вам нужна помощь, нам нужна помощь. Вам нужна, Джаганатхи нужна помощь, понимаете? Простите, да, я не проблема Яшода Хумара или Швадакшины Прабу или Совета Храма. Это наша проблема. И это наши преданные не приходят. Это наши братья и сестры не приходят. Вот что надо сделать для того, чтобы они приходили? Для того, знаете, что, очень просто. Общаться надо хотя бы. Молодцы. Молодцы. Вы всегда, я, я лично, я не хочу сказать, когда мне профессиональный, флорист, декоратор, кто угодно. Но когда нужно украшать алтай, я недостаточно прекрасна. Вот честно. Ну, как бы, все прекрасно знают. Все прекрасно знают, что я умею, но когда я предлагаю услуги, ну, для людей там, для людей на свадьбах, да, подходит, когда вы стали так летать боем на два латаря, в бою, и ежедневно в течение, там, 15-20 лет это делали, все было нормально. Пришла молодежь, и так, стариков так. Ну, мы хотим реализовать себя. Я понимаю, но реализовывайте, пожалуйста, ну, не надо нас как-то отталкивать от нашего служения. Вот поэтому я ушла. Ну, конкретно я. Ну, я, я вижу, я могу помочь. У меня куча знаний, как сделать это правильно, эти арки, это все, ну, я хочу сделать это. Я понимаю, что ты хочешь сделать. Я же не запрещаю тебе сделать. Ты спроси меня, как это сделать, и ты сделаешь это 20 раз быстрее и проще. Это больше твоего знаний. Да. Ну, я теперь не хочу уходить. Ну, так же само с другими служениями. Я занимаюсь конкретно тем, где я нужна, и все. Мы, еще, еще один момент преданный. Мы пережили тот момент, когда у нас вот там в углу стоял в руку с микрофоном. И сказал такую страшную штуку. Он говорит, вот вы сейчас кушаете, а это 250 гривен стоит. Кто были в тот момент, вот так, я не помню. Мне было так стыдно. Я думаю, неужели, неужели мы до этого опустились, что у нас денег нет. Ладно. Все эти проблемы не из-за того, что денег не хватает. Все эти проблемы не потому, что преданные не приходят. Все эти проблемы потому, что мы не взываем к сердцу преданного, к сердцу человека. Мы взываем к его кошельку, мы взываем к его умению, мы взываем к его рукам, мы взываем к его здоровью. Он может ровок, а вот тот может тот делать, у этого машина может перевезти. Мы взываем к его энергии, которую дал Кришна. Мы не взываем к его сердцу. Если будет сердце, будут и деньги Будет и сварка Будет и все украшено красиво Сердце надо позвать преданного сюда Надо сказать, что он нужен Самая первая программа, когда мы собрались с лидерами У Вриндарани Прабудома Я сказал, если храм закроем Сейчас самый тяжелый момент Надо вот так за руки взяться и удержать храм Я говорю, надо удержать всех преданных Надо сказать, что каждый важен Мне какой-то прогул Прости меня Господи Он недавно лекцию даже давал Он говорит, что вы умничаете Я на него смотрю Я хотел у него спросить Сынок, скажи мне, какую семью ты поднял Каких детей ты воспитал Каких преданных ты воспитал Что ты мне сейчас рот закрываешь Мне хотелось сказать, что ты сделал Что ты имеешь право что-то говорить Скажи мне конкретно, где твои успехи Беда в том, что мы не взываем к сердцам преданных Мы взываем к их шахте К ресурсу это плохо К ресурсу это плохо Надо взывать к сердцу преданного Он нужен Умеет он играть на караталах или не умеет Хочет играть, пусть играет Я наблюдал такую картину до закрытия храма Вышла куча молодых матаджей танцуют Все наши старшие матаджи, которые умеют танцевать Стоят сзади Я дочери потом в машине говорю Я говорю, я тебя больше в храм не привезу, негодяй Перед джаганатхом танцуют какие-то корявые маточки А вы, которые танцевать умеете, стоите сзади Вы танцуете для джаганатхи Видите ли, молодым захотелось выйти вперед Я говорю, поставьте их рядом и обучайте Танцевать для джаганатха должны До сих пор бабушки джаганатхакури Девственно сохранив танцуют для джаганатхи Она ходить не может, но она сидит и для него что-то танцует А тут у нас, пожалуйста, видите ли, молодым Надо их обучать Любя, заботясь, показывая Надо обучать Но не значит, что надо пустить все вот так на самотерок Мы пережили страшные вещи Когда нам в лицо пололи эти 253 Мы пережили страшные вещи Когда нам сказали, да закройте рот Ваше место вообще восьмое Там сидите и не вякайте Мы все это пережили Давайте это все оставим дальше И сейчас поймем, что нам нужно Нужно сердце Нужно сердце каждого преданного Нужно сердце каждого, кто умеет что-то делать Кто умеет петь, он будет петь Кто умеет танцевать, он будет танцевать Кто умеет забивать гвозди, он будет забивать гвозди И нужно сердце каждого Сердце Горящее сердце каждого Я вот спрагу в Майпуре дрова кололи Он мне даже сказал И пусть сильно мелко колите У нас петь большая, а можно попутнее Мы потом с Мандавасудевой кололи Там еще часа два И были счастливы. Мы просто делали. Это надо, понимаете, это сердце должно быть преданным. Не кто-то должен. Мы понимаем старших, что пришлось принять такое сложное решение. У меня вопрос только один. Почему людям об этом не сказали? Вот и все. Первый вопрос был конкретик об Удаде. А второй вопрос. Почему просто преданным не сказали? Что пришлось пройти, чтобы принять это решение? Почему оно принято? И посидели бы все вместе, поплакали. Нет, и поэтому преданные не приходят. Вот поэтому есть этот вакуум. Он создается в самом начале старший. Если отец в семье не замечает сына своего, он его не воспитает. Если отец не говорит дочери, какой силы должен быть ее жених, за которого она замуж выйдет, она не будет счастлива. Отец это от отца исходит. Это не от кого-то исходит, это от отца исходит, от матери исходит. Если мать не обнимает, не прижимает к сердцу, и ребенок не чувствует тепло ее в сердце, он ее не воспитает сколько угодно, он будет ей лекции давать. Ребенок не услышит. Ребенок видит, что делает отец. Ребенок слышит слова, но смотрит, что отец делает. Это любой маломастер психолог скажется. Ребенок смотрит, что отец делает. И вот нам надо понять, сегодня пришли все те, у кого сердца горят. И я очень рад, что пришло так много народу. Это круто. Пришли все те, у кого сердца горят. И теперь, если мы кашли, поднесем эту спичку, пожар будет большой. Простите, еще раз. Есть вот преданные, которые еще не говорили, чтобы выразить почтение. Вот Матриджи Сенжиу не раз, и потом еще пробую. Микрофон можете передать? Там есть микрофон. Включен? Спасибо. Я очень рада, что сегодня состоялось это собрание. Дорогие преданные, приношу свои поклоны всем. Очень рада даже тому, что поднимаются такие острые вопросы, которые давным-давно назрели, наверное, в нашей общине. И правильно я соглашаюсь со всеми словами, которые сказал Прабау Тигран, по поводу того, что все начинается с общения. И с Матаджи Лилой тоже согласна, потому что все начинается с общения и с личных отношений. Вы можете просто это отследить, посмотрев, с каким количеством преданных у вас есть отношения. И когда у вас есть эти отношения, и когда появляются объявления какое-то даже в том же Искон Днепр, и сколько человек на него откликается, я вас уверяю, что откликнется больше, если тот человек, который написал это сообщение, имеет большое количество личного общения и личных отношений близких. И тогда придут эти люди. И это и отношения, и менеджмент. Менеджмент тоже очень важен, потому что от него тоже зависит вот то, что сказала Матаджи по поводу чистоты храма, стандартов и всего остального. Ну вот может быть сейчас, во время войны, именно вот это обострилось очень сильно. Потому что, я сейчас начну плакать, простите, потому что мы все психологически травмированы. Хотим мы себе в этом признаваться или нет, но это так. И я имею свой опыт. Может быть он не такой, как у вас. Простите еще раз. Я была за границей, я видела людей, которые приезжали туда из-под бомбежек. Я вижу здесь людей, которые приезжают тоже из-под таких же бомбежек. И люди, которые из Мариуполя, из Харькова и других наших городов. И они еще больше и острее нуждаются в этом общении, нуждаются в этих отношениях. И у нас была очень большая, хорошая община, которую, поверьте, у меня был такой опыт. Я была в Дхаме, Джаганатхапури, на Парикраме со своим Гуру Махараджем. И меня поселили в гостинице с двумя матаджами из Томска и Новосибирска, которые друг друга очень хорошо знали. Одна из этих матадж была Брамани, и очень уже в возрасте, ей было 78 лет. И она каждый год приезжала на Парикраму. И когда она спросила, откуда я, и я ей сказала, что я из Днепропетровской ядры тогда еще, она сказала, Боже, а что у вас там за ядра? У нас все, кто туда не приезжают, все хотят там остаться. Что у вас там такое происходит? А одна матаджа просто осталась. Она приехала на ретрит в Бхакти-Вигианагасвами и сказала, я назад не возвращаюсь. И она реально осталась в Днепре. И меня тогда это удивило, знаете, потому что, ну, я привыкла к этим отношениям в нашей ядре. Когда вы приходите, вы знаете очень много преданных, вас встречают, вы можете открыть сердце, вы создаете с кем-то очень близкие отношения, вас поддержат, вам что-то скажут. И сейчас мы в какой-то момент, наверное, начали это терять. Я не знаю, из-за того, что вот, как Лила говорит, пришло много молодых, которые там более такие рьяные, там еще какие-то, не знаю. Но во время войны, я простите, что я так долго говорю, мне кажется, это наш шанс восстановить вот эти наши личные отношения, и в том числе и с преданными, и с Господом. И это испытание мы проходим не случайно. Ну, это мое такое мнение. Оно должно нас вывести на какой-то другой уровень. И мы давно, я с подружками, с преданными, давно обсуждаем, что нам нужно матаджинское общение, которого у нас тоже как бы нет такого вот там, ну, не комитета, а какого-то такого, куда можно прийти, там поплакать, пожаловаться, получить поддержку, получить какие-то реализации, знания шастер, которые именно по этим проблемам, которые волнуют именно матаджи. Ну, все, я, короче, уже всего наговорила. Спасибо большое, что вы меня слушали. Я очень надеюсь на то, что наша ятра пройдет это испытание и станет более сплоченной, более близкой и еще более вдохновленной на служение нашим божествам и преданным. Спасибо большое. Харик Кришна, спасибо большое. Примите мои поклоны. По опыту, как я вижу, что много недосказанного. И много хочется сказать, много хочется, много помочь хочется. И поэтому я предлагаю конкретно, давайте, даже если не приедут божества, даже если они не вернутся, давайте хотя бы раз в месяц собираться, давайте общаться. Потому что иначе мы не можем сегодня решить все вопросы. И вопросы есть, и вопросы правильные, и вопросы о помощи. И если мы хотя бы раз в месяц озвучим вопрос, как матаджи озвучила, что надо убрать алтарную. Теперь, по крайней мере, я знаю, надо убрать, приду, помогу. Но если это не будет озвучено, допустим, из Конднепра недостаточно, я имею в виду приложение. Недостаточно, я, может, не захожу туда, может, забыл еще что-то. Поэтому большая просьба, давайте так сделаем, хотя бы раз в месяц собираться. Вот как матаджи говорила, раньше так было. Мы собирались, и мы знали, что есть, и каждый предлагал свою какую-то посильную помощь. Поэтому, если можно, давайте раз в месяц собираться. Будут божества, они будут. Но нам важно, вы видите, мы общество. В любом случае, мы общество. Спасибо большое. Вот еще преданно не говорил, хочу сказать. Да, очень коротко, одну минуту, все устали. Вот что лично меня останавливает, чтобы... Я не устал. Что по... Ну, сужу, посижу, по себе, да. Что лично меня останавливает, чтобы как-то участвовать, да, в помощи преданным или еще какое-то. Во-первых, это слишком, может, большое по времени или усилиям служения, да. Я, например, не хочу ходить на помощь, которая будет 4 часа длиться, да. Но я могу прийти на 1 час. То есть я предлагаю вот делить какие-то большие служения на какие-то более мелкие части, да. Тогда в них легче человеку откликнуться. Второй момент – это командный дух какой-то, когда ты чувствуешь себя как-то одним и оставленным на служении, это тоже как-то не возникает желания туда ходить. Вот, нету какого-то общения потом этой команды, да, этой пуджаре, там, или еще кого-то помощника в пуджаре. Ты чувствуешь, чувствуете разрозненность какую-то. И третий момент – то, что нету, ну, то, что выполняет какие-то служения, ты чувствуешь, что оно не особо нужно. Вот, например, я ходил на Киртон, да, часто. Я вижу, что туда приходит, ну, там пять человек сидит на том Киртоне, ну, помимо этого… Ну, это относительно, то есть возникает ощущение, что это просто, вот, это нужно только тем, кто этот Киртон поет, вот, и все, по сути. То есть тому там Ромачандры, Лакшмауна, там, еще кому-то. И все, и… Ну, кому-то не вам, у нас нет детей еще. Ну, не-не-не, я сейчас ничего не говорю, я просто говорю, как вот свое, вот то, что вижу, вот, вот как-то так, спасибо большое. Сейчас, буквально поставить две минуты. Я когда преданных увидел, соприкоснулся в первый раз, попал сразу на юватарийский фестиваль, Бхакти Сангаму, и попал в так называемый Хачей, это команда, которая строит фестивали. И был такой предан наш, Савананда Прабу. И я когда увидел, как он заботится о преданных, что он всегда, он весь в мазуте, он постоянно все делал. Я был настолько восхищен, мне все это было неинтересно, но я был поражен вот этим преданным. И когда нам на одном фестивале, 14 человек нам дали 5, ну, в пояс 5 маленьких головок сыра, как бы, и там чуть-чуть масла, он сидел, пилил на всех, как бы, всех собирал в дорогу, как бы. Я когда увидел это, я ездил только из-за него, как бы. Я хочу что сказать, когда нам говорится, что вот столько служения, а никто не ходит, так вот ведический принцип, сначала старший дает любовь и заботу младшему. Младший, чувствуя, что о нем заботятся, а естественным образом хочет сделать что-то для старшего. Когда в Рамовом канале выставят, что надо колоть дрова, и главным по колке дров старшим будет то ли Тарум Кришна, то ли Рамарупа, то ли еще кто-то из президентов, я приползу, хоть у меня там не ходит, я прийду, потому что там будет старший, который нас просят, мы перекладываем на младших то, что как бы должны делать, нас должны вдохновлять. Задача старшего — вдохновлять, он должен быть впереди. И если вы говорите, почему такой развал, потому что я не вижу их, я не вижу, кто колет дрова, просто говорить, я не вижу, кто будет убирать, пусть будет объявление, что главным будет такой-то пробул. Блин, я приползу, просто приползу, чтобы увидеть, что это наконец-то свершилось. Понимаете, преданные? И проблемы отпадут сами собой. А когда говорят, что вы не ходите, тамосятники, так это очень плохо выглядит. Старший, вдохновляйте, как бы это ваш звездный час. Это у вас звездный час. Война — это вы сейчас можете завоевать авторитет на десятилетия, либо его потерять. Понимаете? Поэтому здесь все нормальные люди собрали, все хотят найти решение. Поэтому сейчас очень много зависит от старших. Это ваш переезд, как бы. Поэтому подумайте, сделайте правильные выводы. Не делите на мухи пчел, потому что можно стать шершнем. Шершень — это такая большая пчела, которая убивает пчелы. Убивает пчелы. Единственный способ, как пчелы борются, они вот так собираются вместе. Шершень может, у него температура тела 41,5 градуса, а у пчел 42. И они, чтобы защищать, она облепляет его, и вот это настроение шершня большого, преданного, они гасят. Преданные, ну, это очень важно, как бы. Мы должны чувствовать заботу от старших, тогда не будет никаких проблем. Все решится, как бы. И деньги, и все, и все, как бы придет. И лакшми здесь появится, все здесь будет. Извините. Я дополню, если можно, кто-то сказал, Луси Валаба Прабу. Я где-то год назад Сидарта Прабу об этом говорил. Я говорю, Сидарта Прабу, у нас интересная ситуация в храме. Прасад почтили, и... И Матаджи Лилешвори Гавранги поет Арате. Я говорю, вот что видят младшие преданные? Они видят, что старших нету, и они это уже принимают как закон. Сидарта Прабу сказал, если вы останетесь на Арате, я вам даю слово, я буду приходить. Ну, он браман, он старший преданный, он сказал. Но что видят младшие? Младшие видят, что Прасад почтили, или даже еще до Прасада старших преданных просто нету в алтарной. Значит, младший это уже примет за закон. И у нас, вот когда я пришел, нам говорили, храмовая программа, киртан, лекция, киртан, Прасад, и что дальше? Арате. Арате. Бахтивинот Хакур говорит, что со всей Вселенной приходят на Арате Господа Гауранги. А у нас нет, у нас уже молодые преданные, они даже не знают, что есть такая вещь, как Арате. Они этого просто не знают. Гаура Арате. Гаура Арате. Джай, спасибо. Они этого не знают. Почему? Потому что они просто это видят в старших. Понимаете? Они элементарно это видят. Это не упрек, простите, ни в коем случае. Я себя тоже до какой-то степени отношу к старшим, потому что так или иначе смотрят, как этот ходит нерусский тут. И его тоже повторяют. Да, и за ним тоже. Я это прекрасно понимаю. Но все равно смотрят на то, как себя ведет старший. Это всегда так было. Это всегда, всегда вдохновляло больше. У нас был случай. Я обязательно должен это рассказать. Мы готовили на кухне. Одна из наших последних приготовлений. Пришел Туласи Валаба Прабу, подошел к Анантова Судеве. Говорит, чем я могу вам помочь? Анантова Судев говорит, вот он у нас сегодня старший. Это я был старший, понимаете? Стоят старшие преданные. Подходит Туласи Валаба Прабу, говорит, мыть полы, мыть казаны. Что надо делать? Дайте, я буду делать. Я стою, думаю, вот это да. Я когда смотрел, вот стоит старший преданный. И тебе говорит, что надо делать? Мыть полы, убирать, готовить. Скажите, чем я могу быть полезен? Я хочу здесь принимать. Знаете, я попросил, я говорю, Прабу, нам сказали, что мы кухню должны чисто издать. Вы сможете за этим проследить? Он говорит, конечно. И ты видишь, вот ты видишь не просто какое-то действие. Ты за этим действием видишь горящее сердце. Он говорит, я поговорю с учениками нашего Махараджа, и мы тоже будем готовить. Мы тоже хотим, как вы, вот так готовить. И что было следующее? Самое тяжелое для меня. Это когда мы собирались с учениками Госвая Махараджа, мы решали, можем ли мы приготовить в храме, а потом повезти туда. И Анантова Судеви сказал, я не смогу просад с храма увезти. Он говорит, ну как, ну приготовим здесь и увезем. Я говорю, я не смогу. Я не смогу здесь приготовить. Давайте мы добавим денег, приготовим на 400 человек. Человек на 200 оставим в храме, и человек на 200 увезем туда. Но увезти отсюда просад я не смогу. И слава Богу нашлось решение. Тогда программа должна была быть в одном месте, а произошла она в школе Сарасвати, и мы там приготовили. Но увезти отсюда просад я никак не мог на это пойти. Я говорю, даже если три человека останется ненакормленных, этот кусок у меня через горло не пройдет. Я не смогу это вкушать. И вот если каждый будет так думать, что это моя ответственность, все будет хорошо. Если каждый будет приходить и говорить, что нужно делать, полымать, я готов полымать. Вот это наше сердце, и это наше ятра. Харе Кришна преданный. Преданный, поделюсь своим скромным определенным пониманием, и просто вижу, что мне кажется, нас здесь уже меньше становится. И у меня есть переживания. Преданные тоже готовились и приготовили просад. И гадошный. Хотя многое хотелось бы сказать, как каждому из говорящих. Я помню, где-то около 7 или 8 лет назад я получил наставление развивать Ашамбрамачари. Мы общались как раз не раньше с вами, Махараджем, и мы задали ему вопрос, а как мы можем вас сделать еще счастливее? И он сказал, покажите мне еще одного счастливого Брамачари, и я стану еще счастливее. Потом мы уточнили, а насколько большой вы хотели бы видеть Ашамбрамачари? Настолько большой, о каком количестве вы сможете позаботиться? И примерно в это время я здесь через Днепр проезжали старшие Брамачари из Киева. Я тогда к ним подошел и сказал, у вас в Киеве есть преемственность, есть культура, есть вы, которые уже практикуют по 20 лет и больше. Есть молодые ребята, которые только-только познакомились с движением. И есть также средний класс, ну просто совершенцы все, младшие, средние, старшие. А у нас тут старших среди Брамачари на тот момент там никого не было. То есть были молодые только преданные. И я задал вопрос, как нам вообще строить культуру здесь? Культуру взаимоотношения, преемственности, послушания. У нас нету тех вот этих примеров, о которых сейчас тоже говорилось. Мне тогда преданные сказали, нет, стань. И я понял, что для этого нужно будет подождать, возможно, 5 лет, возможно, 10 лет, возможно, 20 лет. Но идея в этом в том, чтобы молиться и пытаться быть примером самому. И мы в Санге с лидерами, намахаты и наставников приняли такой, ну стараемся, по крайней мере, реализовывать принцип, никогда не говорить о том, что нам не хватает людей, не хватает преданных или не хватает денег, что у Кришны мало денег или не хватает людей. Ну посмотрите вокруг. Мы фестивали на 300 человек пятером проводили, организовывали. Наши фестивали здесь. А такой командой. Можно делать фестивали на весь город. Или помимо нас людей на улице мало, то немерено людей. И поэтому мы, правда, поэтому мы не принимаем эту идею о том, что нам не хватает людей либо денег. Единственное, чего нам не хватает, это отношения. Это об этом говорилось. Это отношения. И сейчас время не харизматичных лидеров, которые красиво говорят и вдохновляют всю общину. Это не дублируется. И мы видим, что лидеры харизматичные в Калиюгу их все меньше и меньше. И те падают постоянно, как сегодня говорилось. Но сейчас время в тесных, теплых отношениях от сердца к сердцу. И мое скромное видение и понимание, что единственный способ нам выжить как община, долгосрочный, если мы говорим не вопроса года либо десяти лет, а надолго. Единственная возможность, когда мы, те, кто уже чувствует какую-то реализацию, по крайней мере тот, кто дал обеты своему духовному учителю, следует, это взять заботу о ком-то хотя бы одном. Хотя бы об одном преданном. И встречаться с ним регулярно, желательно не реже раз в неделю. Это единственная возможность. Но здесь до войны и задолго до этого, или после того, как божества уехали, этот вопрос, он остается актуальным. Потому что я вижу, как преданные приходят, или новые люди приходят, и ходят рядом, мы можем ходить и не замечать их. Не видеть тех, кто сюда приходит. Мы об этом говорили до войны, еще до пандемии, о том, что важно, те, кто созрели, приглашайте преданных, смотрите вокруг. Всем не хватает, всем нужно общение. Это то, каждого преданного. Приглашать, куда? Куда может приглашать? В храме можете встречаться? Если есть дом и квартирка какая-то, можно дом и квартирка. А вот наше движение. Моя убежденность в том, что по-другому мы как община не выжимем. И когда божества переехали, выехали, как я тогда говорил, на проповедь, как раз тоже открывать малые группки духовного общения, сначала в Рен-Рани, Прабху, потом здесь было. Была тут небольшая встреча с преданными, мы ее потом выложили в YouTube с объяснением, почему мы приняли такое решение. С объяснениями, с слайдами там было. И мысль потерял Кришны. Отношения. Отношения. Да. Отношения, отношения. Не расслышал? Ватска сказала. Заботиться. А, заботиться хотя бы об одном преданном. Это ключевой момент. Пока мы не начнем этого делать, у нас будет то же самое. И это вопрос… А, я вспомнил, спасибо большое. Тогда назвали просто этот доклад в YouTube «Внешние причины выезда божеств». И на мой взгляд, если пытаться увидеть суть всего происходящего, я вижу именно в этом ключ. В том, что у нас сердца не включаются, поскольку мы хотим как-то массово на это влиять. Но это может только от сердца к сердцу происходить. Сердца будут включаться, когда мы будем вместе встречаться небольшими группами. Правильно. На чистке овощей, на уборке храма. И там тоже. И там тоже. У нас не было такой роскоши где-то встречаться. У нас всего 10 человек. Поэтому нам надо сначала на огромную Радхаятуру целую ночь Алупатры вместе с брамачарями, всеми, кто есть в живых, всю ночь варить эту картошку, добить ее, крутить, жарить. И потом весь город ел эти Алупатры. Или там бидонами кулабджамуны. Всем храмом ночевали в этом кафе. Вместе совместное служение, оно настолько объединяет. И может, ну, понятно дело, личностное, это ваше личностное. Вы кому-то проведете, берете за кого-то ответственность. Но совместное служение больше, чем совместное служение. Я не знаю, что еще объединяет. Так я про это и говорю, про сын. Яшеда Кумар пробовал, позволите. Тигран пробовал, как вам можно... Спасибо большое. Спасибо большое. Преданный, чтобы не получилось так, что каждый подумал, что там старшие виноваты, что божества ушли, они приняли это решение, виноваты. Не-не-не-не, ни в коем случае. Я думаю, что божества пошли на проповедь, как Яшеда Кумар говорит, только потому, что наши сердца потухли. Они из храма ушли не потому, что так решила GBC, потому что мы все потухли. И это решение, вот когда... Я дома это детям объяснял, что когда Ачутаприя Прабу приехал и сказал, что так надо сделать, он высказал фактически то решение, которое божества уже приняли. И это мы тому виной. Наши сердца потухли. И поэтому божества пошли проповедовать в другое место. Мы перестали друг с другом общаться. И поэтому они пошли проповедовать в другое место. Не думайте, что это решение было принято, и нашей доли вины в этом нету. Нет. Мне один человек в Днепродержинске рассказывал про шарики, которые он ел в палате Ильича Матаджа. Это то, что вы готовили еще, я не знаю, 25-30 лет назад. Он, говорит, в палате Ильича, я помню, программы были, я там шарики кушал. У нас то охрана была вот так. Да. И весь город кушал на Радхаятру, кушал эти гулабжамуны, и сироп потом еще раздавали. Правильно? Уже наливали в банки сироп. Почему? Потому что кто-то горел, кто-то это делал. Мы перестали, мы перестали держаться друг за друга возле... А, это было не 30 человек, а ты не стоишь? А, это очень... А, это очень... Не-не-не, это давайте оставим на следующее обсуждение, через месяц. Потому что очень долго. Сейчас главное, сейчас главное понять, сейчас главное понять, что то, почему божества ушли, вина в этом наша. Ни Ачутоприя приехал, сказал, ни Джибиси, ни Неранджина с вами. В ихнем сердце это родилось, потому что где-то Господь нами недоволен. И теперь для того, чтобы он вернулся, нам надо сделать архи больше. Надо залечить эту рану, надо восстановить эти отношения, надо Господу показать, что нам важно Твое присутствие здесь, мой Господь. И тогда все будет хорошо. Сейчас надо приложить еще больше усилий. Понимаете? И по поводу харизматичных личностей, Яшида Кумар Праба, они всегда были. Всегда нужны. Но вы никуда не денетесь. Да. И я это на свой счет принял просто. Да, они сгорают первые, это действительно. Но они за одну жизнь могут сжечь несколько жизней. Понимаете? Так что тут так очень аккуратно надо. Все нужны. Каждый цветок, он может быть красивым. Каждый цветок, он очень может пахнуть. Но когда из него плетутся гирлянды для Господа, то это семья, это община. Преданные, нужно сегодня уже готовиться к просаду. К слову, касательно... Когда мы в следующий раз соберемся? Что нам будет? Да, через неделю, преданные, соберемся здесь. А, на нас соберется не вас вместе. За каждые... Через неделю собираемся здесь. То есть будет воскресная программа? А вот мы же посмотрим, насколько слова не отходят от дела. То есть давайте... Кто хочет организовать воскресную программу, подходите ко мне после пира, после просада, которая здесь будет. Касательно общения и отношения. Это искусство, это наука. Этому нужно учиться. В сегодняшнем комментарии мы об этом и читали. Нужно учиться, как строить теплые дружеские отношения. Мы, насколько можем, мы это делаем с преданными. Раз в две недели мы собираемся с теми, кто хочет развивать отношения и заботиться о других. У нас следующая встреча будет в пятницу в 16 часов. В детской комнате, кто хочет в этом направлении развиваться, в заботе о преданных, приглашаю. Следующую пятницу, ближайшую, которая будет в 16 часов в детской комнате. Прабу и Мантеджи. Я предлагаю 10-15 минут Киртана и Прасад. Чай, Прабу, Пак. Харик. Благословите попеть. Харибу. Харибу.